Это встреча на Думской. Меня зовут Елена Еремеева. Здравствуйте. Сегодня у нас в студии депутат городского совета, член партии «Солидарность» Блок Петра Порошенко, Олег Звягин. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня уже можно давать какие-то оценки курортному сезону. Понимаю, что никаких официальных данных нет, цифр пока тоже нет. Но вот так на вскидку состоялся или провалился? Ну, я думаю, любой одессит может уже точно с уверенностью сказать, что в Одессе курортный сезон сейчас в самом разгаре. И мы видим толпы людей, которые ходят и на Дерибасовское, и на Приморском бульваре, возле Дюка. Действительно, сезон удался. И самое главное, что гостиница переполнена. Это огромный плюс для Одессы, потому что все люди, которые могут зарабатывать, бизнес зарабатывает, люди наемные зарабатывают. То есть одни плюсы, которые может туристический сезон, хороший туристический сезон принести городу, они все есть. Ну, вот смотрите, очевидно же, что поток туристов намного меньше, чем в докризисные времена. Очевидно, что российского туриста нет, белорусского туриста нет, а тот турист, который относительно платежеспособный украинский турист, он там где-нибудь в Турции, ну, за границей. Ну, я, наверное, не соглашусь, потому что я же говорю, что в Одессе практически все гостиницы забиты, нет свободных мест. Цены в гостиницах не самые дешевые в том числе, значит, платежеспособность есть. Ну, они поднялись, поднялись, конечно, по сравнению с прошлым годом, заметно поднялись. Сегодня в ведущих гостиницах города стоимость проживания в эквиваленте больше 100 долларов даже доходит из-за номера. То есть оно вернулось в докризисный момент, в 2013 году цены, в общем-то, подросли тоже. И даже такие гостиницы, в которых такая стоимость, они тоже переполнены людьми. Это очень хорошо. А как вам кажется, есть вот такой обобщенный образ туриста, который едет в Одессу отдыхать? Вот чего нужно туристам здесь и как он выглядит так? Ну, Одесса же примечательна всем. И архитектурой, и историей, и своими пляжами, хорошей летней погодой, ну и гостеприимными одесситами. Как вам кажется, вот подобные туристические сезоны, как вы уже сказали, удавшиеся, они способны прокормить Одессу в оставший период года, который не является туристическим? Ну, Одесса не является таким прямо городом, чтобы мы не как Крым, который сейчас оккупированный. У нас никогда не было такого, что одесситы кормились только за счет туризма. Но туризм, конечно, играет большую, да, конечно, важную составляющую. И я уже сказал, что действительно очень многие в Одессе выиграют от такого туристического сезона, о том, что очень много приехало к нам отдыхающих. Причем отдыхающие приезжают с разных стран в том числе, не только с Украины. Очень много туристов, да, по внутреннему туризму, с городов-миллионников, с западной Украины. Но вот внутренний туризм усилился. Да, но есть туристы с Белоруссии очень много приезжают, с Молдавии приезжают. Ну, с Белоруссии не так много на самом деле приезжают. Есть, есть, есть. Я видел целые автобусы, можно спокойно, любой желающий может это увидеть. По дороге на заток можно встретить несколько автобусов, пока ты доедешь, навстречу пульсирующих именно с белорусскими номерами. Это значит, что белорусы хотят отдыхать в Украине, ничего не боятся и прекрасно понимают ту ситуацию, в которой Украина находится. Ну, а если вот сравнивать белорусского туриста и российского туриста, они чем-то отличаются по платежеспособности, возможно, или каким-то иным качеством? Может быть. Ну, я не провожу таких параллелей и не думаю, что стоит вообще проводить такие параллели. Мы рады всем людям, которые приезжают в Одессу, потому что мы гостеприимный город и рады всем, чтобы всех, и хотим, чтобы все отдохнули и получили максимум положительных впечатлений прежде всего. И приехали, рассказали о том, что они увидели в Одессе, как им здесь понравилось. И сагитировали других своих знакомых, друзей, то же самое, посетить Одессу, пойти на экскурсию в Одессе. А вот что касается сферы брендинга Одессы и мифа о Одессе, что вам в нем не нравится, что, возможно, следовало бы скорректировать, привнести? Что именно из брендинга? Ну, вот как Одессу представляет турист? Вот образ Одессы целостный. Что вам в нем не нравится и что хотелось бы дополнить? Вы уже говорили о том, что вам нравится, что образ Одессы, он такой гостеприимный, мы всех ждем. Но, тем не менее, то не развито, там инфраструктуры нет, мы еще к этому вернемся. Да, ну, то, что хотелось бы, чтобы у нас было, чтобы у нас была набережная наподобие того, которая есть в европейских городах. Чтобы мы могли вдоль всей набережной, там, от Лонжерона до 16-й фонтана могли гулять, могли видеть море с этой набережной. И нам не перекрывали виды кафе, рестораны. Я уже об этом говорил, да, о том, что такая проблема существует. Но вот это вот именно то, чего не хватает. Потому что именно вот такие набережные, такие глобальные масштабные проекты, они позволяют туристу оценить действительно весь потенциал города вообще, такой, который он должен быть. Не так, как вот сейчас, есть сейчас очень много плюсов, абсолютно верно. Но благодаря вот масштабным таким вот проектам, там, огромный парк, сделать действительно парк юбилейный, превратить его в такой парк отдыха. Чтобы все склоны, можно было тоже, чтобы это не было дикие, абсолютно дикие места, да, которые не ухожены. Превратить его в цивилизованный парк, чтобы там были аккуратно подрезанные деревья, кустарники, красивые, может быть, тематического какого-то плана сделать. А что мешает и мешало до этого этим заняться? Ну, этим потихоньку занимается. Мы видим все-таки, что делается постепенно. Да, ну, говорят об этом каждый год, но каждый год продолжаются нарекания о том, что все равно недостаточно делать. Недостаточно. Я думаю, что нужно просто усилить контроль за выполнением просто… Контроль слабый. Контроль за тем, как подчиненные выполняют работу. Ну, и помимо этого, это стоит, конечно, очень больших денег для того, чтобы сделать такие парки. Нужно соответствующее финансирование. Скажите, вы уже успели оценить красоты открытого губернатором пляжа? Нет, я еще сам лично не был, только по фотографиям из интернета и видео. Но могу сказать, что это большая победа для одесситов и гостей нашего города в том числе. Потому что все пляжи города должны быть доступны. Не должно быть таких людей, которые могут себе поставить бетонную стену, рабицу. Любые стены, не должно быть никаких преград. Нигде в Европе ты не встретишь, идешь вдоль набережной, идешь вдоль линии моря, и тут забор вдруг вырастает. Такого не бывает. Так нельзя, это не по-европейски и ненормально. Должен приходить на море. Море – это территория для отдыха, где любой желающий может отдохнуть. Мы видим, что некоторые, так в кавычках взятая элита, понастраивали заборов и не дают пройти и горожанам, и отдыхающим на свои пляжи. Ну вот смотрите, как получилось с этим пляжем. Полтора гектара земли, 20 соток пляжа во времена правления Гурвица отдали в аренду Василию Хмельницкому. За смешные деньги оценили вообще всю территорию, но в аренду отдали тоже за смешные деньги. Вот вопрос к вам, как депутату горсовета. Сколько еще аналогичных историй можно встретить, прогулявшись по набережной Одесской? Ну и так, чтобы именно перекрытые пляжи были, ну, наверное, несколько единиц таких перекрытых пляжей. Но то, что у нас цены на сдачу в аренду пляжей небольшие. Вот 80 долларов платил Василий Хмельницкий за пляж. Нет, конечно, это вообще не те деньги, которые стоят Одесские пляжи. И вообще нельзя сдавать такие участки в аренду. Нельзя, потому что это территория для отдыха. Туда люди должны приходить отдыхать, а не для того, чтобы там кто-то за 80 долларов в месяц себе устраивал элитную дачу. Ну, кстати, потом Василий Хмельницкий сказал, что он откупился от мэрии, дал ей, честно, 1 миллион долларов. И, ну, естественно, неизвестно, куда они осели, вряд ли в городском бюджете. Но вот так. Мы же не можем знать, каким образом, как это произошло, откупился, кому он дал, что ли. Это правоохранительные органы сразу после такого заявления должны уже начать расследование по этому делу. В том числе и по тому, кто давал. Давайте про открытое небо. Чуть-чуть открыли нам небо. Буквально месяц назад небо открыли, самолетов по-прежнему нет. Почему, как вам кажется? Ну, потому что еще есть проблемы и в самом аэропорту. Инфраструктура. Инфраструктура и самый аэропорт непосредственно. Самый аэропорт нужно развивать, нужно, чтобы сделана была взлетно-посадочная полоса. Нужно, чтобы был новый терминал. Нужно показать, что аэропорт действительно у нас современный, европейский. На такую взлетно-посадочную полосу же нормальный лайнер международный, просто не залетит, он не сядет там. Вы, наверное, слышали, как аплодируют люди, пилотам, которым удается посадить на эту наспехшитую плитку. Да, такое есть при том, что только у нас в Украине, наверное, когда хлопают пилоту, когда он садит лайнер, потому что действительно сесть на наши взлетно-посадочные полосы – это сродни подвиг. И счастье, что действительно удалось затормозить на этой полосе. А вообще в Европе, в Америке, это как обычно, ну, действительно, это же как транспортное средство, которое остановилось. Просто-напросто остановилось. Водитель выполняет свою работу. Ну вот и что с этим делать? Это ведь тоже такая серьезная часть туристической привлекательности города. Ну вот сейчас был выигран суд в Одесском хозяйственном суде о том, чтобы аэропорт обратно вернуть городу. Правда, я уверен, что была подана апелляция. Сейчас это решение сюда заморожено. Посмотрим, что решит апелляция. Мне, как депутату, и как Одесситу, мне бы очень хотелось бы действительно, чтобы аэропорт обратно вернулся в собственность города, стал коммунальным. Может быть, если государство выделит отдельные деньги на реконструкцию взлетно-посадочной полосы и на строительстве, то тогда можно было бы рассматривать даже о том, чтобы передать его в государственную собственность. А если не выделят? Дело в том, что если не выделят, то вот то строительство вот этого терминала, который сейчас строится, на самом деле коммунальное предприятие, по моим оценкам, могло бы само потянуть. Потому что так как оно строится уже четвертый... Сколько строится? Ну, третий или четвертый год строится этот терминал. Теми темпами, как это делается. И за кредитные деньги, в которые заложили наше же имущество, этого же коммунального предприятия, то есть вообще непонятно, что происходит. И прокуратура абсолютно правильно обращала внимание о том, что, по сути говоря, то, что произошло, это приватизация. И приватизация не должна проходить вот так вот, чтобы 75% акций предприятия просто были отданы другому частному инвестору. Поэтому это необходимо дальше дело в суде продолжать и выигрывать апелляцию, возвращать наше законное строение, наше законное аэропорт, чтобы он приносил деньги в городской бюджет. Мы на самом деле, там, прибыль от аэропорта исчисляется в нормальный год, там, 2013 год. Я уверен, в этом году будет тоже хорошая прибыль. Там свыше 50 миллионов гривен спокойно, потому что в 2013-м даже доходы предприятия были около 200 миллионов. Если оптимизировать расходы и повысить доход, то вполне возможно, что прибыль мы могли бы вообще увеличить в разы. А сейчас это абсолютно неприбыльная структура? Сейчас город, он наверняка прибыльный, но город сейчас пока что дивидендов еще за прошлые годы практически не получал. Сейчас ведется разговор о том, чтобы выплатить какую-то уже часть, но до сих пор этого не было сделано. По факту за инфраструктуру самого аэропорта кто отвечает сегодня? Сегодня отвечает ООО Международный аэропорт Одесса, да, то есть полностью предприятие, совместное предприятие с городским советом, но город не имеет никакого влияния, потому что у нас там только 25%. С иностранными круизами у нас тоже ситуация не очень приятная. Из 27 круизов только 7 судов зашло. Понятно, что на эту ситуацию влияет еще и внешнеполитическая ситуация в стране. Пока, возможно, на Востоке не будет конфликт улажен, иностранные суда будут просто бояться к нам заходить. С этим связано то, что ожидать туристического бума пока не приходится, по крайней мере, со стороны морской акватории. Ну, я думаю, что все-таки 27 судов, они должны зайти до конца года. Они обязательно зайдут, потому что все суда, которые заходили до сегодняшнего момента, до сегодняшнего момента, они заходят, у них туристический сезон для судов, это весна и осень, самый туристический сезон. Летом редко, когда именно заходят в Одессу такие крупные лайнеры. То есть вам кажется, что до конца года еще оставшиеся 20 могут дойти? Да, но это очень мало для Одессы. В 2013 или 2014 году планировалось больше 150 судов должно было зайти. Понятное дело, что тогда у нас сезон был провальный в связи с событиями майскими. Но в этом году, я думаю, что после того, как все суда зайдут и все будет в порядке, туристы, я знаю, что уезжают с Одессы, полное впечатление и радость, и довольное, им все нравится. И как принимают, и что они видят действительно красоту, которая есть в Одессе. И я уверен, что в следующий год у нас вернется то количество судозаходов, которое было в 2013 году как минимум. Ну вот к вопросу, все ли нравится заграничным туристам. Стандарт там ЕС, наши разнообразные культурные развлекательные заведения, на ваш взгляд, подходят? Я не знаю, подходит ли развлечение, именно структура развлечений. Культурные какие-то. Культурные мероприятия. Я считаю, что вот сейчас развивается туристическая отрасль, причем проводятся фестивали. Это очень важно, чтобы в городе было как можно больше фестивалей, потому что под фестивали тоже приезжают группы людей, которые… И в Львове они вообще круглогодичные. Да, у нас в основном это такая летняя часть, конечно, фестивалей более популярна. Но у нас нету таких раскрученных именно на всю Украину, под которые бы приезжали, там, как рыцарские бои, там, в Каменец-Подольском или в Львовом, когда четко знают. Там воздушные шары в Каменец-Подольском тоже ездят, полетать на воздушных шарах. Вся Украина знает о том, что там есть в мае месяце такие фестивали. Да, очень красиво. А у нас есть вот фестиваль фестивалей, когда вот проходят люди 1 апреля, день рождения города. Это то, о чем знают все. Надо популяризировать и другие даты тоже, смотреть, чтобы мы могли придумывать интересные такие… А вот кто отвечает в городе за вот этот… Есть департамент культуры и туризма, который… То есть он работает относительно неэффективно, если нам еще нужно что-то придумать, кроме 2 мая и 1 апреля. Да, на самом деле нам необходимо популяризировать уже те фестивали, которые есть на сегодняшний момент. Потому что сегодня в Одессе проходит множество фестивалей, но о них никто не знает. Просто потому что там День Литвы проходил, проходили еще там другие, там, День Евросоюза. В Горсаду постоянно, каждые выходные какие-то мероприятия проходят. Кто об этом знает из Одесситов? Может быть, кто-то специально бы пришел поучаствовать в этом? Тогда, возможно, нужно наладить контакт со СМИ, да? Да, конечно. Которые тиражировали. Конечно, необходимо делать еженедельные рассылки, какие мероприятия планируются, где, что там будет именно. Но это все же такой внутренний рынок, вы сами сказали, что это для одесситов. А для внешнего рынка необходимо популяризировать Одессу в других городах Украины и в том числе в Европе. Нужно выделять средства на рекламу, целенаправленно на рекламу туризма в Одессе. Потому что мы уже сегодня видим, что даже тот же акцизный товар, который к нам поступает от продажи бензина, от продажи алкоголя, от продажи сигарет, 5% зачисляется в городской бюджет. Все туристы, которые приезжают и отдыхают здесь, заправляют машины свои здесь, все они пополняют наш городской бюджет. За эти деньги мы можем отремонтировать и построить школы, детские сады, сделать дороги, сделать освещение и сделать Одессу еще более привлекательной для всех этих людей. Да, понятно. Но понятно и другое, что этого не происходит пока. И даже эти простые, казалось бы, методы, которые вы предлагаете, они не работают или их никто не внедряет. На самом деле происходит. Я знаю, что в начале этого сезона я общался с начальником департамента туризма и культуры города. Говорили, что по всей Украине города объединяются, туристические ассоциации объединяются и делают обмен рекламами в разных городах. То есть Одесса там может рекламироваться во Львове, Львов в Одессе, Одесса в Киеве, Киев в Одессе. Это уже происходит посредством контакта туроператоров? Нет, это должно происходить именно через Министерство культуры и туризма, я так думаю. Через Министерство, которое ответственно за эту ровую отрасль. Потому что они должны делать так, чтобы популяризировался в том числе и внутренний туризм. Это их задача непосредственно. Но вот вы в целом оптимистично смотрите на Одессу как столицу курортную украинскую. Мало того, что оптимистично смотрю, я уверен, что она и есть столица и курортная столица Украины. И не только курортная столица, она еще туристическим центром Украины является. Потому что к нам, я же говорю, что помимо архитектуры у нас еще есть пляжи. В этом мы намного выигрышнее в плане, чем другие города Украины. А у нас есть история, архитектура, культура, сами одесситы. Тот же привоз, как бы не говорили, что он изменился, но одесситы там не изменились. Те же самые люди, они же и стоят, они же говорят. На это приходят и посмотреть, и послушать. Изюминка такая, да. Хотелось бы, наверное, пожелать и самим одесситам неизменно хорошего настроения. И городу в целом достойного финансирования, чтобы было не стыдно тех самых иностранных туристов у себя принимать. Спасибо вам за беседу. Я напоминаю нашим зрителям, что в гостях у нас был Олег Звягин, депутат городского совета, член партии «Солидарность», блог Петра Порошенко. До новых встреч на Думской. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин